Вечерний освещение Прошлый год действительно остро стояли вопросы по освещению города. Мы не сидели сложая руки, занимались модернизацией. Прежде всего, меняли на самых энергозатратных улицах, меняли осветительные приборы, уходили на светодиодные. И вот тот процесс, который мы запустили, мы уже к середине, наверное, прошлого года увидели положительный эффект. Далее совместная работа с правительством Алтайского края позволила нам продолжить тему модернизации. В декабре нам были выделены дополнительные сигнования адресно на модернизацию линии уличного освещения на замену осветительных приборов. И благодаря этому, благодаря экономии, которую мы получили от внедрения мероприятий, период освещения мы увеличили по городу. Этот год продолжается работа. Сейчас уже объявлены торги по контракту на 6 миллионов 800 тысяч рублей. Целевым образом выделили с программы поддержки наукоградов. Вот внедрение этих мероприятий уже позволит нам увидеть экономический эффект. И в рамках этого эффекта мы будем увеличивать время работы освещения. Дополнительных осигнований в бюджете 2018 года на освещение, на компенсацию за потребленную электроэнергию без к свету не предусмотрено. Поэтому, чем больше мы сэкономим, тем больше у нас будет по времени, более продолжительное время работать уличное освещение в ночные часы. 6800 – это только первый этап. Вот буквально на прошлой неделе мы получили положительное заключение еще. По ряду объектов, по ряду улиц цена вопросов порядка 12 миллионов рублей. Ждем буквально со дня на дня подтверждение осигнований от правительства Алтайского края. И это еще один большой этап 2018 года по внедрению мероприятий по энергоэффективности. Вот все вместе мы ожидаем очень хороший экономический эффект. Все вместе нам даст возможность значительно увеличить время работы уличного освещения. Сколько этого мы уже посчитаем после внедрения мероприятий. После снятия физических параметров по нагрузкам, по расходам. Александр Петрович, речь идет только о центральных улицах города или очень свободненно этот вопрос состоит на окраинах Лийска, о чем на своих встречах с вами часто озвучивают население? По частному, давайте вернемся тогда к центральным улицам. Безусловно, первые мероприятия, которые мы сейчас осуществляем по замене освидетельных приборов, это на центральных улицах. Они у нас самые энергоемкие. Но, если говорить уже о периферии, мы не говорим о том, что мы туда не пойдем и не будем там модернизировать линии освещения. Увеличивая время работы уличного освещения, мы дальше, по сути дела, подталкиваем сами себя к тому, что и на периферийных улицах возникает потребность экономии. То есть, если сейчас это непродолжительное время, то чем больше мы увеличиваем, то тем больше экономический эффект. Следующий этап, это, безусловно, уже периферийные улицы, улицы с меньшей транспортной нагрузкой по частному сектору. Там, где есть техническая возможность подключиться к действующим линиям уличного освещения, мы это делаем. Там, где этого нету, мы идем по пути точечного решения проблемы. За счет, опять же, той экономии, которая есть, мы дополнительно заключаем договора о поставке на электроэнергию с МЭСом. И точечно устанавливаем осветительные приборы уже на опорах на линиях электропередач в МЭС. Этим занимаемся. Это, конечно, не так глобально, но, поверьте мне, кое-где это дает очень хороший эффект в плане безопасности, в плане организации, вообще перемещения наших жителей. Это, как правило, школы общеобразовательные. В первую очередь, стараемся, конечно, так. Продолжение следует...